Всем привет, дорогие участники! Сегодня третий день фестиваля, и первым спикером у нас выступает Эдуард Царионов, главный редактор издания podcast.ru, а также ведущий трех подкастов Podcast Digest, Это про нас, и Pointcast. Эдуард расскажет о статистике в подкастинге, предоставляя слово ему. Спасибо большое, привет. Давайте я сразу продемонстрирую экран, чтобы презентацию показать. Все видно, да, окей? Так, на всякий случай, все супер. Да, меня зовут Эдуард Царионов, я главный редактор сайта и издания портала как угодно, русскоязычном подкастинге podcast.ru. Буду сегодня рассказывать про статистику в подкастах, чем отличаются одни хостинги от других поверхностно, почему нельзя вслепую выкладывать, складывать между собой прослушивание на разных платформах, каким исследованиям не стоит верить, почему общий размер аудитории подкаста не всегда самое важное в собственном подкасте. Давайте начну коротко с того, что вообще такое podcast.ru и почему я про это рассказываю. Во-первых, podcast.ru – это единственное издание в России о подкастах, которые занимаются исключительно подкастами. Мы существуем чуть больше полугода, за это время поработали с довольно большим количеством крупных компаний медиа. Это Greenpeace, Батенька Дуи Трансформер, Радио Свобода, EAP и там куча-куча других. Чем мы занимаемся в медиа в этом? Во-первых, мы помогаем авторам улучшать свои проекты. Для этого мы собираем опыт успешных подкастеров в России и в мире, и переводим западные статьи, рассказываем, как каждый аспект подкастинга можно сделать лучше, как лучше делать обложку, как лучше делать описание, как лучше делать звуки, где эти звуки можно искать и так далее. То есть максимально большое количество разных инструкций, которые могут понадобиться начинающим и продолжающим авторам. Во-вторых, мы помогаем слушателям находить интересные проекты. Для этого у нас есть фичерлинг на сайте. Каждую неделю мы вывешиваем два подкаста, которые считаем качественными и пишем о них в своих соцсетях. Во-вторых, у нас есть большое количество подборок, которые выходят у нас на сайте и, опять же, в социальных сетях. Мы постоянно отмечаем классных создателей, не только больших, крупных, как мы уже говорили, но и мелких тоже. И вообще стараемся доносить людям, что подкастов много, и они бывают разные совершенно, на разные темы. И, наконец, последнее, и здесь, наверное, в этот раз самое важное. Мы помогаем маркетологам и рекламодателям лучше понимать рынок. Для этого мы делаем исследования, для этого мы освещаем новости индустрии. И когда мы делаем исследования, мы обращаемся, в первую очередь, к реальным данным реальных подкастеров, потому что у нас есть возможность с ними связаться, а не на какие-то опросы. Я там дальше буду приводить очень плохие примеры. Во-вторых, мы создатели единственного российского сервиса по созданию мультисылок, подкаст.ru без S на конце. Это сервис, где вы можете ввести название своего подкаста, и у вас будет страничка со всеми подкаст-платформами, на которых ваш подкаст можно послушать. В том числе российскими, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Саундстрим, которых ни на других площадках просто нет. Нашими ссылками пользуются почти 100 тысяч человек в месяц. Вот в этом месяце уже больше 100 тысяч, по-моему. И наши ссылки используют и большие продакшены, либо подкастерская, так и медиа, вроде Rambler, BBC, Label.com и там батеньки DW Transformers. Собственно, поэтому мы изучаем рынок и можем говорить о статистике и о том, зачем, кому она нужна. Так как сегодня суббота, 10 утра, я начну, давайте, с простого и постепенно буду просто усложнять тот материал, о котором я говорю. Во-первых, кому нужна статистика? Есть два человека или две группы лиц, кому эта статистика может быть нужна по вашему подкасту? Это вам самим, то есть автору, и рекламодателю, который потенциально может у вас эту статистику запросить, чтобы рассмотреть размещение в вашем проекте. Зачем автору подкаста статистика? Чтобы оценить успешность своего проекта, самый очевидный вариант. То есть посмотреть, растете вы, не растете, интересно кому-то вас слушать, неинтересно, это может придать дополнительную мотивацию. То есть когда вы, например, получаете какой-то буст в статистике, вы сразу думаете, о, я вот это классно сделал, и вы хотите делать больше, и вам это нравится. Обычная допаминовая вещь, полезная очень. Наконец, это позволит вам, если вы знаете свою статистику, оценить свой подкаст в каком-то денежном эквиваленте, понимать, сколько вы можете запросить денег, если к вам приходит какая-то компания-рекламодатель, вы знаете, за сколько, например, вы можете сделать авторский подкаст кому-то, если ваш подкаст уже успешный, и вас спросят, например, какие-то консультации. И вы можете сравнить, наконец, себя, в принципе, по рынку с другими людьми. И, наконец, рекламодателю, это понятно, чтобы выбрать подходящий канал рекламы, ему нужна статистика, ему нужно понимать, как оценить результаты компании, ему нужно понять, нужно ли вообще в подкасты идти, ему нужно понять, какой из подкастов выбрать, чтобы разместиться, и в каком подкасте будет максимально удачная компания. Собственно, из-за того, что есть вот такое разделение на две группы лиц, которым статистика интересна, я и презентацию свою, как бы, ну, очень условно, но делю на две части. В первой я буду рассказывать о том, как максимально просто, и главное, чтобы эта статистика была честной, автору ее найти. А во второй части я буду говорить, к сожалению, про российский в основном рынок и про российские исследования, ну, в силу своей специфики, но я думаю, что они вполне экстраполируются потом и на Центральную Азию. Я буду показывать, как плохие исследования могут повлиять на рынок плохо и каким исследованиям лучше верить, а каким нет. Собственно, самим рекламодателям, да и вам тоже. Итак, опять же, с простого. Где может автор найти статистику своего подкаста? Опять же, три группы сервисов, платформ, мест, где можно найти свою статистику. Первое – это ваш хостинг. Очевидное место, где лежит файл с вашим голосом, с вашей записью. Именно из хостинга с помощью RSS-ленты ваш подкаст распространяется на платформы. Почему? По идее, хостинг должен аккумулировать все данные по прослушиваниям из платформ тоже, потому что платформа обращается к файлу, который на хостинге лежит. Но проблема в том, что не все платформы обращаются каждый раз к RSS-ленте. Бывает так, что, например, российские платформы выкачивают к себе файл, то есть они один раз обращаются к RSS, и поэтому на хостинге все прослушивания условно с Яндекса отображаются как одно прослушивание. Поэтому вам нужно дополнительно заходить на Яндекс и смотреть там в личном кабинете статистику своего подкаста дополнительно. Так же происходит со ВКонтакте. Например, с Apple и Google так не происходит, но у них на сервисах есть личный кабинет с более продвинутой статистикой, где они дают то, что хостинги вам не дают. Наконец, есть сервисы. Сервисы – это вот здесь я привожу пример Chartable и PadTrack. Это штуки, которым вы даете свою RSS-ленту, и они туда добавляют определенный код перед рейсацией. И тогда, когда платформа обращается к вашему файлу, она сперва обращается к сервису, а потом сервис уже обращается к вашему файлу. И это позволяет сервисам учитывать каждый переход. Опять же, тут та же проблема, что и с платформами. Российские приложения, SoundStream, Яндекс, оно один раз обратится к файлу, и на всех сервисах оно будет учитываться как одно прослушивание. Поэтому сервисы имеет смысл устанавливать и использовать только в том случае, если вам нужно посчитать какую-то определенную рекламную кампанию, потому что эти сервисы предоставляют такую возможность. А с помощью специальных настроек можно себе и на сайт поставить определенный измеритель, и на свой подкаст, и таким образом соотносить переходы и считать успешность рекламной кампании. Либо если у вас какой-то плохой хостинг, об этом мы сейчас чуть дальше поговорим, тогда тоже сервис имеет смысл установить, потому что хостинг будет вам неправильную статистику говорить. Собственно, вот пример хостинга, который будет говорить вам неправильную статистику. Это SoundCloud. По какой-то причине, неизвестной мне, он очень популярен в России для начинающих подкастеров. Причем он не бесплатный. И почему SoundCloud таким успехом пользуется, я не знаю. Но это факт. Очень много подкастов на нем лежит. И зря на самом деле. В чем дело с SoundCloud? Почему ему не стоит верить? Дело в том, что платформы, предоставляющие аналитику по подкасту, могут считать ее по-разному. К примеру, кто-то считает прослушиванием любой запуск дорожки, как SoundCloud. То есть даже секунду вы поставили, это уже отдельное прослушивание. Кто-то считает спустя минуту прослушивания, кто-то считает, например, если 2, 3, 4 прослушивания произошли в одни сутки, это одно прослушивание. Собственно, SoundCloud считает каждый клик на аудиозапись и каждое обращение к файлу. Но прикол в том, что он плохо распознает сервисы и совершенно точно в несколько раз завышает статистику. Вот здесь есть на моем слайде внизу слева надпись «Неизвестное RSS-приложение, 16 тысяч прослушиваний». Вот «Неизвестное RSS-приложение» — это большинство из всех ресурсов, на которых слушает ваш подкаст. SoundCloud их не распознает, он не знает, где именно слушают ваш подкаст и не может этого показать. Более того, вот здесь вот есть приложение «Сторонние», и тут вот «Muse4.me 3000 прослушиваний». На самом деле это, скорее всего, какой-то бот, который на сайт «Muse4.me» загружает себе все треки с SoundCloud и в том числе туда попадает ваш подкаст, потому что SoundCloud не делает разницы между музыкальным треком и подкастом. И, соответственно, вот эти 3073 прослушивания — это боты, это не настоящие люди. Но у вас они учитываются в статистике. Собственно, поэтому важно знать, обращение — это не равно прослушиванию. Обращение к вашему файлу — это не всегда прослушивание вашего подкаста, особенно если ваш подкаст лежит на тех сервисах, которые не могут отделять одно от другого. Собственно, есть логичный вопрос после вот этой моей речи. А значит, в «Медузе» тоже нельзя верить? Потому что они у себя раскрыли статистику в конце прошлого года. И рассказали о том, что их там послушали 22 миллиона прослушиваний, но при этом они сказали такую вещь. Все подкасты «Медузы» хранятся на сервере, который через RSS отдает информацию в стриминге. RSS обращается напрямую к серверу, где лежит изначальное аудио, и такое обращение они считают прослушиванием. То есть они считают точно так же, как SoundCloud. И поэтому, да, у них, скорее всего, тоже есть большое количество ботов, которых они считают за прослушивание. Большое количество нерелевантных обращений. Мы не знаем, возможно, они каким-то образом фильтруют их. Но здесь об этом ничего не сказано в их материале. И поэтому мы как бы за правду берем то, что они это не фильтруют. Но вот здесь вот есть фраза «не совсем». Они уточняют, что они вообще вот в этих данных, которые они раскрыли, не учитывают прослушивание на Яндекс.Музыке, на SoundStream и ВКонтакте, то есть на тех сервисах, которые выкачивают к себе эпизод, собственно, о том, о чем я говорил. И если, например, SoundStream и ВКонтакте дают небольшой процент прослушиваний, у них открытая статистика, поэтому можно посмотреть, вот около 100 прослушиваний во ВКонтакте собирает выпуск любого подкаста «Медузы». На SoundStream еще поменьше, там, 70, около того. Их как бы можно считать за процент, который не так важен, когда у тебя 22 миллиона прослушиваний. Но вот Яндекс.Музыка, она может давать, по нашим данным, до трети прослушиваний российских подкастов будут на Яндекс.Музыке. То есть вполне вероятно, что прослушивания, которые «Медуза» не учитывает с Яндекса, они как бы покрывают те ошибки и те неправильные обращения, которые они учитывают в статистике. То есть как будто бы выравнивая правду и неправду, и она становится более-менее честной. И можно говорить, что там 22 миллиона, окей, да, похоже на правду. Но опять же, странно, что «Медуза», на мой взгляд, что «Медуза» так спокойно относится к тому, как считает статистику, и вот этими вещами не занимается. Окей, мы не верим «Саунд Клауду», мы не верим «Медузе» почти. Кому тогда мы верим? Мы верим в ЯП. Что такое ЯП? ЯП – это The Interactive Advertising Bureau, это международная организация, ассоциация развития интерактивной рекламы. Чем занимается ЯП? Они занимаются тем, что они измеряют рынок рекламы, интернет-рекламы, в том числе в подкастах, и говорят и продумывают метрики, по которым эти рекламные компании стоит мерить. В том числе они создали гайдлайн, регулирующий правила измерения показателей в подкастах. В ассоциации ЯП состоит огромное количество западных больших компаний, которые занимаются и продакшеном компаний, и дистрибуцией компаний, и хостингом подкастов. Поэтому такому документу можно верить. Собственно, как ЯП работает, какой стандарт они разработали. ЯП разработали стандарт, который регулирует возможные неточности в прослушиваниях. Вот именно тех самых ботов, о которых я говорил. Во-первых, ЯП фильтрует запросы. Чаще всего через фильтр не проходят всякие сервера, всякие вот эти вот Moose 4.me, которые часто находятся в черных списках у таких хороших сервисов. Кроме того, исключаются запросы на подгрузку файла. Например, часто какое-то приложение подгружает немножечко файла в начале, чтобы убедиться, что этот файл работает, чтобы не выдавать ошибку. И вот эта подгрузка саундклаудом будет определяться как прослушивание, потому что это обращение к файлу. ЯП говорит, что вот эта подгрузка не считается прослушиванием, что по факту так и есть. И оно умеет фильтровать эти запросы. Кроме того, фильтруются потенциальные боты и фейковые запросы. Существует много сценариев, когда исходные запросы учитывают то, что не должно учитываться в статистике. Например, это IP-адреса, которые принадлежат не реальным пользователям, а известным серверам. То есть, если сервер Amazon обращается к вашему файлу, то это не сервер Amazon слушает ваш подкаст. Правильно? То же самое касается, например, не буду вас нагружать, тут куча разных терминов. Там, например, то, что Firefox браузер, если вы открываете сайт, страницу подкаста, он может подгрузить какой-то файл, сам CBA, это тоже ложный запрос, всякие реферальные данные, ну, короче, куча всего фильтруется. И фильтруются Apple-клиенты, которые обращаются к файлу и загружают два байта, опять же, чтобы убедиться, что файл можно скачать. Почему это важно? Почему-то здесь дополнительно упоминаю, потому что EAP 2.0 не считает прослушивание на Apple Watch на часах. Потому что Apple Watch в два раза завышал статистику прослушивания, потому что он автоматически вот эти два байта постоянно себе загружал каждого подкаста, который появлялся. Собственно, и потому что сейчас нет никакой системы, которая бы это распознавала, когда правильное прослушивание, когда вот эти два байта прослушивания с часов не считаются вообще. Дальше. Мы фильтровали запросы. Классно. Но это еще не все. Мы анализируем объем скаченного файла. То есть, если подгружено больше 60 секунд или 100% файла, если он меньше минуты, то мы считаем это за прослушивание. Если скачено меньше, мы за прослушивание это не считаем. Человек случайно нажал, выключил, ему не понравилось, тут же это не прослушивание. Следующее. Мы фиксируем уникальных пользователей и слушателей. Что для этого делается? Для этого есть два параметра. User Agent и IP Address, по которому определяется устройство, и пользователь. Это дает возможность идентифицировать одного и того же пользователя, не нарушая анонимность персональных данных. И тогда повторное прослушивание этого же человека не будет считаться каким-то отдельным. Плюс мы считаем прослушивание в рамках 24 часов, возвращаясь к предыдущему пункту. Предположим, я послушал подкаст, а потом через год вернулся к нему. И если мы вот этот пункт упустим, то это будет не считаться двумя прослушивания, хотя, по факту, это два разных обращения и серьезных обращения. Поэтому мы считаем в рамках 24 часов. Если один и тот же человек обращается в рамках 24 часов к файлу, это одно прослушивание. Если он обращается за пределами 24 часов, это разные прослушивания. Собственно, вот справа коротко, что мы считаем прослушиванием? Загрузка реальным пользователям, загрузка дорожки на 60 секунд, загрузка в рамках 24-часового окна – это уникальный пользователь. Окей, думаем, какие популярные хостинги в мире сейчас используют Яв 2.0. Мы знаем платный Lipsyn, мы знаем платный Simplecast и другие, Firesight, они все платные. Мы думаем, блин, а вот я начинающий подкастер, мне хочется как-то минимизировать свои затраты. О, Ankor. Ankor тоже считает по Яв 2.0. Но здесь звездочка. Будьте аккуратны с Ankor, потому что вначале вы даете ему право на автодистрибьюцию подкаста. Это когда вы загружаете подкаст, и он потом во всех площадках сам появился без вашей помощи. Но вот на экране это RSS-лента условного подкаста, который я нашел, который хостится на Ankor, и при этом он разрешил автодистрибьюцию. И вы видите вот в зеленой рамочке его имя, человек, который этот подкаст делает. И как бы имейл-адрес владельца подкаста. И имейл-адрес владельца подкаста – это имейл-адрес Ankor. Потому что Ankor для того, чтобы автодистрибьютировать ваш подкаст, нужно прописать свою почту. И по сути, в какой-то степени это ограничивает вас, потому что владельцем подкаста это, по сути, становится Ankor. Это исправляется. Это исправляется тем, что вы пишете в поддержку Ankor, меняете почту, пишете в поддержку каждого из сервисов. Например, Apple, для того, чтобы попасть в Apple Connect, вы пишете им, заверяете, вставляете там цифры. Это занимает, не знаю, полчаса, час времени, при том, что вы должны еще знать английский язык, чтобы написать все эти письма. И это дополнительные проблемы, которые нужно иметь в виду, когда вы заводите подкаст на Ankor. Возможно, вначале вас это не интересует, но, опять же, если мы говорим о статистике, вы теряете большое количество данных, в том числе от того же Яндекса, от Apple, которые могут быть вам необходимы для того, чтобы эффективнее продавать свою рекламу и знать лучше, как и кто вас слушает. Собственно, продолжая разговор, не все есть на хостингах. Поговорим о том, чего на хостингах нет, прослушивание на конкретных платформах российских. Проблема здесь есть, тоже сразу возникает даже несколько. Первое, они не считают по EAP. То есть даже есть такая штука у EAP, у них есть вот эти гайдлайны, они доступны всем. Любой человек может их открыть, вот я могу их открыть сейчас и посмотреть, и почитать, что именно считается прослушиванием. И более того, я могу там все технические детали описаны, я могу это интегрировать вдруг, если я, например, решу сделать платформу. При этом для того, чтобы получить сертификацию EAP, чтобы у вас было написано, что вот все считается по EAP, EAP все подтвердил, для этого нужно заплатить около 50 тысяч долларов. Очень большие деньги. Поэтому многие компании работают, они говорят, что они работают по EAP, но при этом без сертификации EAP это делают. При этом им чаще тоже можно доверять, чем нельзя. Яндекс и ВК не говорят про EAP вообще. То есть они не говорят, что у них стандарты по EAP, они не говорят, что они лицензированные, ничего такого. Это первая проблема. Вторая проблема. Они считают разные вещи. Разные вещи по сравнению с хостингами. Смотрите, вот здесь слева статистика Яндекса. И здесь есть слушатели. 12 684 слушателя. А справа ВКонтакте есть, внизу тоже слушатели. 359 слушателей. Но это разные слушатели. Слушатели во ВКонтакте – это любое прослушивание дольше 60 секунд. Это считается слушателем. То есть если я дважды начал подкасты, два раза послушал 60 секунд, я слушатель. У Яндекса слушатель – это уникальный авторизированный пользователь, который послушал ваш подкаст. Если он два раза послушал, то все равно один слушатель. То есть это разные показатели. Их нельзя складывать. И более того, их нельзя складывать, тем более с прослушиваниями на хостингах. Окей, можно ли складывать, например, стримы? Но мы смотрим стрим. Это каждое прослушивание больше 120 секунд. То есть это и не 60 секунд на Ябе, но это и не старт, как на SoundCloud. Это что-то между. И поэтому тоже человек прослушал минуту, но потом не стал слушать дальше. Хостинг бы это зачитал как прослушивание. Яндекс это как стрим не считает. Окей, может быть, тогда старты подходят. Но нет, здесь больше нуля секунд. То есть любое обращение, опять же. То есть мы возвращаемся к тому же SoundCloud. Поэтому складывать прослушивание с хостинга и потом с российской платформы. Это как складывать, я не знаю, это складывать роман и рассказ. То есть разные вещи. И поэтому их нужно считать отдельно и нужно учитывать отдельно, имея это все в виду. Окей, хорошо, мы поняли. Тут есть куча разных вещей. Непонятно, что именно давать рекламодателю. Все говорят, вот на YouTube прозрачная статистика, на YouTube все хорошо. Вот было бы в подкастах на YouTube, было бы прям супер классно. Но это не совсем так. Дело в том, что YouTube как раз постоянно меняет свои алгоритмы и он считает за просмотр видео, на данный момент, насколько известно, если вы, например, посмотрели 5-10 секунд, главное, чтобы экран у вас был открыт и звук включен. Мы посмотрели 5-10 секунд, он засчитал это за прослушиванием, взошли заново, посмотрели 5-10 секунд, он засчитал это за прослушиванием, взошли заново, посмотрели 5-10 секунд, он засчитал это за прослушиванием, хоп, у вас уже 3 прослушивания. То есть вы скажете, это легко накрутить, значит. Да, у них есть определенные штуки, которые фильтруют, опять же, тех же ботов и накрутку, которая не настоящая. Но при этом, если вы посадите 20 людей из Бангладеша обновлять страницу, то все эти прослушивания будут засчитываться. Что тогда делать? Как тогда рекламодатели верят YouTube? Есть одна метрика, которая вкупе с прослушиваниями позволяет говорить об успешности и интересности видео. Это дослушиваемость, досматриваемость. Средний процент просмотра, он везде по-разному. Средний процент воспроизведения. Суть одна. Количество людей, которые на протяжении всего видео остаются с вами. Поэтому всегда, если вы увидите, например, какую-то статистику YouTube, где человек пытается продать рекламу на своем канале, там всегда будет не только количество прослушиваний, просмотров на эпизоде, но еще и их дослушиваемость. В подкастах, к сожалению, об этом метрики не так часто говорят. Вот на иллюстрации слева видно внизу график, как люди 100% сфера подключались и как постепенно они отваливались. И вот если мы придем к рекламодателю, покажем ему этот график, он скажет, ну, конечно, как-то не очень много, но вот если вначале поставить рекламную интеграцию, то как бы ок, мы больше всего просмотров соберем. К концу ставить нет смысла, потому что большинство людей отвалится. Справа у нас статистика из iTunes Connect, из подкаста, который есть на Apple, и у них вот в левой колонке есть средний процент воспроизведения. 40, 45, 70, 70, 60, вот это все. Вот эти данные вам нужны, помимо прослушиваний. Вот эти данные могут сказать рекламодателю, и рекламодатель, если понимает, на что смотреть, он будет смотреть на них, чтобы знать, насколько вовлечен зритель в ваш подкаст. Чем больше процент воспроизведений, чем больше процент дослушимости, тем явно больше пользователей готовы вам доверять и готовы как-то рекламу, которую вы им рассказываете, потреблять и принимать на свой счет и как-то ваши промокоды, например, использовать. Но и это еще не все. Окей, мы с вами посчитали прослушивание правильно. Мы отдельно посчитали Яндекс. Мы посчитали процент дослушиваемости. Как понять, сколько прослушиваний должно быть на вашем выпуске, чтобы он считался успешным? Я здесь привел очень понятный пример, как мне кажется. Слева вы видите телеграм-каналы, самые популярные, которые я нашел. Я посмотрел в нескольких подборках вчера. Самые популярные каналы про театр в телеграме. Вы видите тысячу прослушиваний, две тысячи прослушиваний, пять тысяч просмотров прослушиваний. Это у меня уже деформация профессиональная. А справа вы видите каналы про маркетинг. 126 тысяч подписчиков, 10, 50, 60. Что нам это говорит? Это нам говорит, что людей, которые интересуются театром настолько, чтобы быть на какие-то театральные новости или театральные обзоры, быть подписанными, меньше, чем людей, которые интересуются маркетингом и готовы про него читать. Что это говорит нам о подкасте? Если я запущу подкаст про театр, и мне, предположим, удастся собрать пять тысяч прослушиваний на эпизод стабильно, то это супер успешный подкаст в своей нише. Просто потому что топовый телеграм-канал собирает столько подписчиков. Возможно, вы можете собрать больше, но это уже как бы топ. Если вы собрали там две с половиной тысячи, это неплохой результат. Тысяча, но уже как бы это заметный подкаст про театр. Если вы соберете пять тысяч прослушиваний в подкасте про маркетинг, вы очень маленький подкаст. Это не те же самые пять тысяч прослушиваний. Они совершенно другое значат. И, соответственно, для того, чтобы вам успешным подкастом стать в области маркетинга, вам нужно как минимум десять тысяч прослушиваний, а хотелось бы побольше на эпизод. Собственно, это исчерпаемость ниши, в которой вы работаете. И это тоже супер важный момент. Потому что, например, если я продаю яхты, я думаю, блин, мне нужно прорекламировать яхты в каком-нибудь подкасте. Непредставимая ситуация, но предположим. Я хочу прорекламировать яхту в подкасте. Куда я пойду? Я не пойду в подкаст студии «Либо-либо так вышло». Я не пойду в «Завтра каст», потому что там не та аудитория, которая может купить яхту. Я пойду в какой-нибудь маленький подкаст, если он существует, который рассказывает про премиальные вещи, который вещает именно на тех 20, 30, 100 человек, которые могут позволить себе яхту. И вот на них мне будет гораздо выгоднее рекламу свою таргетировать. И более того, человек, который делает такой нишевый подкаст, если у него запрашивают нишевую рекламу, он может брать большую цену, чем в среднем по рынку она есть. То есть, если у меня нишевый подкаст о театре, и ко мне приходит театр рекламировать свои услуги, я могу брать чуть больше, чем он бы брал рекламу в каком-то обычном подкасте, потому что у меня вполне определенная, вполне целевая аудитория его проекта. И когда вы оцениваете успешность своего подкаста, вы должны в первую очередь отдавать себе отчет о том, в какой нише вы работаете, насколько эта ниша популярна, насколько там много активных пользователей интернета. То есть, вы можете сказать, окей, да, 5 тысяч в Телеграме, но вот моя бабушка любит ходить в театр, и она в Телеграм не читает. Да, но она и подкасты не слушает. И как вы будете до нее добираться? Поэтому вам нужно оценивать именно ту аудиторию, которая, по крайней мере, на данный момент существует. Да, потом можно, как вот делает МБХ-медиа подкаст для пенсионеров, о жизни пенсионеров, как бы, да, они пытаются до новой аудитории достучаться и перетянуть их в подкасты. Но, как бы, это совсем другой уровень проработки задачи и совсем другой уровень продактча. Если вы работаете на себя, если вы делаете свой собственный подкаст, вот ваш инструмент, определение ниши. Окей. Значит, вам нужен медиакит. Что такое медиакит? Медиакит – это то место, где доходчиво объясняется рекламодателю, на что стоит смотреть, когда он, как бы, хочет сделать интеграцию в вашем подкасте. Медиакит рассказывает ему, какие слушатели у вас есть, потому что это только вы знаете. Он рассказывает, какие прослушивания у вас есть, потому что это только вы знаете. Вы рассказываете ему среднее время прослушивания выпусков, потому что это только вы знаете. И вы ему рассказываете, почему это важно. Вот главный момент. Очень часто в подкасты приходит рекламодатель, и подкастер ему говорит, ну, я там полторы тысячи прослушиваний, реклама там три тысячи рублей. И, соответственно, рекламодатель, научный Ютубом, рассчитывает, что там, не знаю, 10% людей из этих полутора тысяч прослушиваний, там 150 человек, например, перейдет по его промокоду. Но в подкастах это так не работает. В подкастах это не про то, чтобы переходы совершать, а про бренд-авернесс, то есть про то, чтобы сказать брендам, чтобы бренды сказали людям даже так, то, что вот мы существуем, мы классные, мы разделяем ваши ценности. Вот как бы люди, которым вы доверяете, которых вы пускаете в свои уши, они доверяют нам, и значит, вы тоже можете доверять нам. И хвост какой-то, хвост обращений к рекламе в подкастах длиннее, чем он есть на Ютубе. То есть видео на Ютубе вышло, через месяц оно уже там потерялось за другим видео, как бы в нефакт, что к нему обратятся и как-то к рекламе прислушиваются в подкастах. У меня, например, бэклог подкастов такой, какого у меня в кино нет. Подкасты, выпуски, которые я не дослушал. И вот я дослушаю, и предположим, я недавно покупал себе бритву, я бы такой, опа, я там в подкасте Берди Каст, месяц назад, три месяца назад, я слышал, что Филипс разыгрывал какой-то промокод. Я пойду, отмотаю три месяца назад выпуски, тем более, что их не так много выходит, найду этот выпуск, куплю промокоду, а рекламодатель уже такой, а моя рекламная кампания закончилась, я это все не считаю. Поэтому это все нужно объяснять рекламодателям. И в этом смысле статистика – ваш помощник. Собственно, да, давайте я перейду к следующему сегменту. Это о рекламодателях. У меня, правда, время. Время я слежу. Ну, нормально. Я быстренько пойду здесь. Окей, рекламодатель такой, я хочу сделать интеграцию в подкастах. Я хочу понять этот рынок. Он смотрит, заходит в приложение и не видит прослушивания. Он видит прослушивание только на Кастбоксе, на Яндексе он видит подписки, он не видит вообще в сумме, сколько прослушиваний собирает выпуск какого-то подкаста. Он не может определить, какой подкаст успешный, а какой нет. Единственный способ, быстрый ему это определить, это просто по информационному шуму, про какой подкаст чаще им больше говорят. Окей, рекламодатель обращается к исследованиям. Которые есть на рынке. И вот здесь есть вещи, которые очень плохо влияют на рынок. На российские 100%, если у вас будут появляться такие исследования, они будут на ваш рынок влиять плохо. Это плохие, некачественные работы. Вот, например, Tiburon Research. На них ссылаются, не знаю, две трети рекламодателей, которые приходят, потому что оно очень популярно на VC.ru. Но у него главная проблема есть. Смотрите, смартфон на Android написано. Мы смотрим, какие приложения, и видим, что 9% пользователей смартфона Android слушают подкасты в Apple подкастах, которые на Android недоступны. 9%. Возникает вопрос, как? Окей, возможно, здесь просто в графике ошибка. Мы обращаемся к комментариям справа. По данным этого исследования, 26% русского интернета слушают подкасты. Это примерно 24 миллиона человек. По данным, опять же, этого же исследования, 28% из всех пользователей Рунета слушают подкасты лайфхакера. То есть подкасты лайфхакера должно слушать 6 миллионов человек. А когда мы заходим и спрашиваем у лайфхакера, оказывается, что их слушает 60 тысяч. И это в два порядка разница. В два порядка. И представляете, приходит рекламодатель, смотрит на это исследование, не смотрит в комментарии, считает это у себя в голове, и такой, опа, я могу 6 миллионов прослушиваний собрать на подкасте. Он приходит к подкасту, кто-то говорит, у меня 60 прослушиваний, тысяч. И рекламодатель в шоке и думает, что это маленький подкаст. Потому что, ну вот, мне же сказали, вот исследование. И попробую потом переубедить его, что это исследование какое-то неправильное. Другой пример. Какие самые популярные площадки стали в России для прослушивания подкастов? Четвертое место. Одноклассники. В одноклассниках нет подкастов. То есть я специально проверил даже Арзамас, Медуза. Там нет подкастов. Кто эти 13%? Что они считают за подкасты? Окей. Еще пример. Большое, очень крутое рекламное агентство выкатывает специальную штуку, специальный сервис, специальную систему, которая должна помогать рекламодателям находить подходящие подкасты. Они назвали это подкастер. И подкастер, что он делает? Он находит пользователей, которые лайкнули подкаст на Яндекс.Музыке и с помощью нейронной сети определяли пол и возраст пользователя по фотографии профиля в Яндексе. То есть у меня собака на… Ну, пес на обложке. Сколько мне лет, судя по их нейронной сети, он меня за старика считает? Как он меня считает? Дальше по этим данным, которые он посчитал этой нейронной сетью, определяется соцдем и пересечение слушателей подкастов и отношение к ЦА, которое требуется, собственно, рекламодателю, и выбираются подкасты. Какие там подкасты выберутся, это просто тайна и секрет. Причем они утверждают, что это вот сервис, который позволяет им вообще везде искать, но при этом еще только в Яндексе, потому что только там есть открытая статистика по лайкам. И нигде это как бы в их тексте не упомянуто. То есть это я узнал только лично, обратившись к ним, подумав. И топ подкасты, вот видно, для мужчин, это, например, Guardian FM, который, ну вот вы как бы слышали о таком подкасте? Я как бы его не слушал ни разу. И как бы все люди, которых я знаю, тоже не слушали его ни разу. И почему оно вот здесь в топе? И как это, видимо, люди, которые слушают Guardian FM, у них на профиле стоит своя фотография, и поэтому этот сервис смог определить. А у остальных стоит не своя фотография. А если у меня фотография 10-летней давности стоит? Если вот я 10 лет назад завел себе Яндекс.Почту, я пользуюсь для рабочих целей, там стоит моя фотография, где мне 20, а мне сейчас 30, или там мне сейчас 40. То есть получается, что этот инструмент обманывает рекламодателя, потому что считает каким-то очень странным образом. Окей, мы разругали кучу исследований. Каким исследованием тогда верить? Возвращаемся к Яблу. Ябл регулярно делает case studies и рассказывает, какие успешные компании есть в подкастах. Он регулярно делает… Вот недавно они сделали карту подкастинга, с которой мы им помогали. Они делают всякие метрики, они считают рынок рекламный в России в подкастах, и в мире в подкастах, и не в подкастах. Вот, и их исследованиям можно верить. Кому еще можно верить? Можно верить нам, потому что мы по сравнению с теми исследованиями, которые были до этого, обращаемся напрямую к подкастерам. Как я уже говорил в начале, вот слева есть данные, настоящие того, как слушают подкасты в России. Как мы их измерили? Мы пришли к большим студиям, к либо-либо, к брейншторму. Мы пришли к завтракасту, к бердикасту и сказали, поделитесь с нами соотношением прослушиваний в ваших подкастах на платформах. Они с нами поделились этим, и мы посчитали среднее. Да, но не всегда может быть точно, потому что количество прослушиваний в разных подкастах разное, но мы считаем, что это ближе к правде, чем любое другое исследование на рынке. Окей, а вот справа, что это? Это метод исследования экосистемы подкастов. Сейчас уже мы делали это вручную в августе месяце, в июне даже. Сейчас есть приложение, которое это делает. Вы вводите свой подкаст, и он находит через Apple подкасты, с какими еще другими проектами у вас пересекается аудитория. Вместо того, чтобы измерять соцдемп по фотографиям людей, можно было бы использовать вот этот инструмент, например, который показывает реальные пересечения и подбирать подкасты для компаний, исходя из ниши, в которой вам реклама нужна. Наконец, последнее у меня, почти последнее. Что нужно, чтобы на рынке статистика стала лучше, и что нам нужно всем делать в этом направлении? А, желательно было бы, чтобы все сервисы и платформы перешли на App 2.0, чтобы это сделал Яндекс, чтобы это сделал ВК, чтобы мы могли спокойно складывать прослушивание и спокойно их показывать. Открытая статистика со стороны авторов. Круто, что Медуза показала свою статистику в конце прошлого года. Круто, что я вот смог, например, достать медиакиты Берди Каста, того же, который в открытом доступе лежит. И не стоит прятать свои данные, не стоит говорить, ой, я эту статистику не раскрываю, если вы делаете подкаст. Никакой пользы вам это не принесет. И вот, как мне кажется, это не очень хорошо. Дальше. Взаимодействие над созданием совместных исследований со стороны издателей. Это вот то, о чем я говорил в прошлом слайде. Мы пришли к издателям, и они дали нам статистику. Не идеальную, но дали. Было бы круто, если бы мы могли дальше так делать и более детальные вещи у них узнавать, и они бы нам их раскрывали для того, чтобы мы делали исследования для тех самых рекламодателей, чтобы они не верили цифрам, что на Андроиде слушают 9% в Apple подкастах. Наконец, диалог о ценах рекламных интеграций. Это важный разговор, которого сейчас мало, и который как-то неуверенно ведется, потому что, в принципе, о деньгах разговаривать неудобно. Говорить о том, сколько мы можем брать за рекламу в подкастах. Ходят разговоры от 2 до 5 рублей за слушателя. Если у вас 10 тысяч прослушиваний, вы можете брать 20 тысяч рублей за интеграцию. Но это очень сильно разнится по разным подкастам, и поэтому об этом нужно тоже говорить, чтобы мы представляли одинаковые цены для рекламодателей и не понимали, что происходит. Еще раз, самое важное. Считаем по Яв 2.0, не складываем с Яндексом, считаем отдельно, не используем SoundCloud, учитываем дослушиваемость, измеряем прослушивание. Вот этого я не говорил. Измеряются прослушивания обычно по результатам недели после прохода выпуска и за месяц, потому что хвост подкастов длинный, и как бы за неделю вас помогают прослушать тысячи человек, когда за месяц, там уже 3 наберется, и вот лучше и ту, и ту цифру давать рекламодателю, чтобы он понимал, что, например, промокод имеет смысл делать на более долгий срок а не на 3 дня, когда подкаст выходит. Дальше мы оцениваем и объясняем нишу и себе, и рекламодателям, и стараемся критически относиться к исследованиям, которые появляются на рынке, любым. Вот и все, собственно. Смотрите, вот здесь есть Telegram и Instagram podcast.ru, там мы выкладываем новости индустрии и, собственно, вот эти самые исследования. Если вам это интересно, можно пойти подписаться и следить за нашими обновлениями. Вот, я готов на вопросы поотвечать. Спасибо большое. Да, спасибо тебе большое, Эдуард. Было очень интересно узнать всякое разное. У меня до сих пор голова шевелится, и думаю, это все, что ты говорил. Я напоминаю, что у нас есть примерно 12 минут на вопросы и ответы, и есть вопрос от Луганай. Она спрашивает, когда Apple подкасты выдает в топ, учитывает ли он дослушиваемость? Смотрите, Apple топ выбирает не самые популярные подкасты, а он выбирает те подкасты, которые собрали максимальное количество подписчиков за определенный срок. Если на ваш подкаст за неделю подписалось 200 человек, то вы попадете в топ. При этом, если ваш подкаст слушает 7000 человек регулярно, и это не новые пользователи, то вы в топ не попадете. Окей. И вопрос от меня. Расскажи слушателям фестиваля, как можно попасть на ваши рубрики подкаст недели и новый подкаст. По каким критериям ты определяешь, кого рекомендовать, кого нет? Можно присылать мне в Телеграм. Опять же, в телеграм-канале podcast.ru есть мои контакты. Можно просто мне присылать буквально два слова о своем подкасте. Здрасте тоже желательно. Это иногда бывает, что приходит просто ссылка. Я такой, ну ладно. Типа, здрасте, я хочу попасть в подкаст недели. Вот мой подкаст. Я в течение пары недель, иногда я задерживаюсь, просто большой поток, извините, за это большое. Я слушаю подкаст и всегда, если я его не беру в подборку, я всегда даю фидбэк и объясняю человеку, почему именно я его подкаст не взял. Чаще всего это либо какая-то банальность темы, то есть, если это десятый подкаст про то, как люди поменяли свою карьеру, то, скорее всего, мне это не очень интересно будет и не очень интересно людям, которые читают podcast.ru. Это плохой звук. Однозначно, если подкаст с плохим звуком, мы его брать не будем. Как ни странно, это обложка, потому что podcast.ru все-таки медиа, которые потребляют визуально, читают тексты и смотрят на картинку, поэтому, если там, не знаю, какашка на обложке, я не буду ставить это на главную страницу своего сайта. Вот. И чем как бы оригинальнее идея, чем интереснее вы рассказываете, чем дальше это от обычного разговорного подкаста, где два друга говорят на кухне, тем больше шансов, что вы попадете подборку. Круто. Так что, вот, пишите по указанным контактам в телеграм-канале, ссылку я скидываю в чат. Спасибо. Окей, вот есть еще вопрос от Сандугаш, она спрашивает, по вашему опыту, какой именно показатель статистики наиболее интересен рекламодателю? Ну, конечно, рекламодатель в первую очередь обращает внимание на прослушивание. Часть только, к сожалению, но так уж как бы это понятный измеритель, которым люди определяют успешность проекта. Поэтому, да, они сперва будут смотреть на прослушивание. Но, как бы, опять же, с рекламодателем надо работать, ему надо объяснять, что такое подкаст, ему надо объяснять, если вы как бы сами занимаетесь рекламой, да, в своем подкасте, ему нужно объяснять, на что именно нужно смотреть, почему это может быть ему интересно, объяснять, что вот дослушиваемость важна. Ну, то есть, это все нужно пояснять, потому что у рекламодателей часто, и особенно, если это агентство, и даже если это отдельный рекламодатель, часто нет возможности и времени погружаться в индустрию так плотно, как это можете сделать вы, или как это делаю я, и нет возможности, ну, как бы разбираться глубоко в том, как там подкасты работают, и что там делать. Поэтому они сперва, конечно, всегда смотрят на прослушивание. Окей, и ты можешь для новичков, для тех людей, кто только запускает свои подкасты, посоветовать, где хостятся, и вообще сделать небольшой обзорчик на хостинговые сервисы? Смотрите, у нас сейчас на сайте есть обзор нового российского хостинга Maeve, и у нас скоро должен выйти обзор на разные хостинги, другие тоже, чуть менее подробные, чем этот. Я со своей стороны могу посоветовать, если вы прям совсем начинающий подкаст, если вот, хотя вряд ли вы слушаете тогда фестиваль, но как бы окей, если вы совсем прям начинающий подкаст, или вот вы вообще не понимаете, что там приложения, хостинги, куда-чего, идите на анкор, идите на анкор, вы в один клик загрузите эпизод, и он автоматически раздастся на все платформы, и как бы вы потом разберетесь с почтой, как бы это не так больно, как может быть, может показаться, вот, и идите на анкор. Если вы как бы хотя бы немножечко уже шарите, особенно если у вас уже есть подкаст, и вы хотите переехать, например, с саундклауда, боже мой, бегите оттуда, то можно переехать на Мэйв. Сейчас вот мы пользуемся Мэйвом, мы перевезли туда подкаст дайджест, и он работает хорошо. Прямо действительно хорошо, он показывает реальную статистику, он считает по Ябу, там много удобных маленьких фишечек. Есть вещи, которые они не доделаны, не доделали до сих пор, но судя по тому, как общается поддержка, как горят создатели, все это будет доделываться, поэтому из бесплатных Мэйв. Если вы готовы платить, то Липсин не очень удобный, но очень надежный, Бас Спраут очень удобный, но не очень надежный, вот, например, на этих выходных хакерской атаке подвергся, но там все в порядке, в итоге было. Симплкаст, вот. А насколько я знаю, Липсин в Казахстане заблокирован? Ну, вот, я, к сожалению, таких тонкостей не знаю, но тогда Мэйв. Окей, спасибо. Есть также вопрос от Луга Най по поводу подкаста, подкаст-дайджест, который ты ведешь. Она спрашивает, вчера вы обсуждали, что хотели бы делать подкаст о подкастах в Центральной Азии, можете подробнее рассказать, почему решили делать ваш подкаст-дайджест и как заходят аудитории. Я не помню, что ты говорил, возможно, меня не очень правильно поняли, что я хотел уточнить. Я хотела уточнить, извините, я хотела уточнить, что здесь вчера наши ребята, вот участники во время групповой работы обсуждали, что было бы круто открыть подкаст о подкастах в Центральной Азии. А, все, понял. Спасибо. Все-все-все, да, все, я понял, спасибо. Смотрите, мы решили делать наш подкаст, потому что у нас каждую пятницу выходит дайджест новостей в виде текста на сайте. Он выходит в виде текста, он выходит в виде рассылки на почту. И мы решили, что вообще хорошо бы еще делать в виде подкаста, раз мы о подкастах говорим. Возможно, люди, которые слушают подкасты, им в аудио удобнее потреблять контент. И действительно оказалось, что сотни человек, я в таких категориях буду считать, они готовы действительно слушать каждую пятницу утром подкаст, в котором будут новости индустрии. Сейчас у нас еще есть Clubhouse, как раз в котором, а, нет, это другой вопрос был. У нас есть Clubhouse, в котором мы тоже освещаем эти новости каждую пятницу уже вечером, в 4 часа вечера по Москве. И он немножко перетянул, конечно, аудиторию. Люди, которые раньше слушали подкаст, теперь слушают в прямом эфире Clubhouse. Но по факту это все аудио, поэтому, собственно, именно из-за того, что мы делаем такое медиа. Если вы хотите делать подкасты в подкастах в Центральной Азии, знайте, что вы вряд ли на нем заработаете. Давайте так сразу. То есть это будет именно подкаст для индустрии и как бы для людей, которые делают подкасты в вашем регионе. Вы как бы им будете помогать, но вы будете делать это бескорыстно, на своем энтузиазме. Окей. Тут есть вопрос как раз о работе твоего медиа. Хотел уточнить, вы сами выбираете подкасты для своего ресурса или автоматом любой подкаст может попасть к вам? Я не буду, наверное, открывать обратно презентацию, но у нас два разных направления. Одно — это медиа-подкасты. И в медиа-подкастах, конечно, да, мы выбираем, какой подкаст мы будем продвигать каждую неделю, новые два. Ну и плюс какие-то подборки. А еще у нас есть сайт-сервис, который делает ссылки. Если ваш подкаст есть на Apple Podcasts, то он автоматически, вы можете автоматически сделать ссылки на этом сервисе. Это сервис podcast.ru Давайте в чат скину ссылку. Там все понятно, там просто нужно написать название своего подкаста, у вас появится страничка, и на этой страничке будут все ссылки автоматически сами подтягиваться. Это вот суперпростая вещь для того, чтобы жизнь вам улучшить, чтобы вы в социальных сетях не оставляли 10 ссылок на разные сервисы, вот одну оставили, и все, и вашим пользователям удобно, вашим слушателям удобно. Да, и надо отметить, что это единственный сервис, который поддерживает Яндекс.Музыку. Да, Яндекс.Музыку, SoundStream и ВКонтакте. Окей, расскажи, у нас три минуты осталось, давай попробуем порассуждать, как можно получить фичеринг в Яндекс.Музыке и в Apple подкастах, на что эти платформы ориентируются. Я на самом деле думаю, что они, вот Apple, я не могу говорить за них, у них человек, который принимает решение на данный момент, насколько мне известно, о том, фичерить подкаст на русском языке или не фичерить, не знает русского языка, скорее всего. Он определяет это только по описанию на английском, которое вы ему оставляете. Что касается Яндекса, и чем руководствуется этот человек, я тоже не знаю, соответственно. Что касается Яндекса, скорее всего, насколько я могу себе представлять, они руководствуются практически теми же самыми соображениями, что и я, когда выбираю на фичеринг. Качество звука, оригинальность идеи, качественная обложка. Вот. Я должен еще раз сказать, качественная идея очень часто людям кажется, что их идея всегда качественная. Человек говорит, вот я буду брать интервью у иммигрантов, и ему кажется, что это классная идея. И это была бы классная идея, если бы не было до этого 10 таких же подкастов. Когда вы оцениваете свою идею, важно понимать, что существует на рынке и себя как-то в этот рынок встраивать. Соответственно, если вы делаете подкаст-интервью, Яндекс, у вас маловероятно, что зафичерит просто так, если вы не какой-то медиа. А если вы делаете подкаст-интервью, в котором ведущие едят перец, пока им не станет плохо, и во время этого пытаются отвечать на какие-то вопросы, это уже интересно, это уже забавно, это уже какой-то фан, который вполне могут зафичерить. Чем прикольнее идея, тем больше у вас шансов. И чем лучше вы ее пишете. Можешь вкратце рассказать, что такое фичеринг в подкаст-платформах? Да. Смотрите, когда вы заходите на подкаст-платформу, на главной странице, где есть подкасты, обычно всегда есть какие-то, например, интересные эпизоды или какой-то баннер с подкастом. Вот это и есть фичеринг. Туда не попадает платно, это все бесплатная штука на большинстве сервисов. Соответственно, это и есть фичеринг. Для того, чтобы попасть в фичеринг, вам нужно заполнить заявку и прислать свой подкаст в редакцию этого сервиса. У каждой редакции свои правила, как этот фичеринг заполнять. Я бы советую, есть подкаст, называется ProPodcast. Это тоже такой мета подкаст о подкастах, в котором есть выпуск, посвященный фичеринг, где люди разговаривают о том, как заполнять эти заявки. Они разговаривают с людьми, которые фичеринг получили, о том, как те заполняли заявки, какие вещи они туда писали. и они обсуждают и дают ссылки на каждые платформы, где фичеринг на русском языке можно получить. Послушайте, 50 минут, час, и вы про фичеринг будете знать все. Все, спасибо тебе большое, спасибо за интересный рассказ. Дальше у нас презентация подкастов в Центральной Азии. Передаю слово Бегаим.